Ну вот и наступил 2021 год. Год БК. Год БК. Значит, наконец мы проводили високосный год, который очень тяжелый, который перевернул абсолютно всю жизнь. Не только у нас, а во всем мире перевернул. И ко мне приехал мой хороший друг, приятель, это Володя Лозгин, который уже больше 40 лет живет в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки. Мы с ним долго посидели, поговорили о компьютерах, посмотрели. У нас есть всегда что обсудить. Есть о чем поговорить. И здесь Володя интересную тему затронул, что он был участником событий, когда Леша Дмитриевич из Парижа, когда он приезжал и выступал в Нью-Йорке. Много лет назад. Много лет назад. Это было еще в 1984 году. Вот я хотел бы от Володи попросить, чтобы он рассказал, потому что многим нашим, кто нас смотрит, видео, а я много же снимаю Рудольфа Фукса и людей того времени, кто этим всегда интересовался. Я думаю, им будет очень интересно это послушать. Ну, я думаю, для начала, наверное, это же было давно уже, и мы уже люди не молодые, мы-то знаем. Но, наверное, все-таки будет правильно рассказать вообще, кто такой Алеш Дмитриевич. Да, конечно, конечно. Значит, Алеш Дмитриевич – это русский цыган, который родился, кажется, в Владивостоке, там много легенд. Потом, после революции, вся семья Дмитриевича уехали. Они в Аргентине были, они были там и прочее, прочее, и в конце концов обосновались в городе Париж. И в Париже они стали суперзнаменитыми. Сестра его, Валя Дмитриевич, пела старые цыганские романсы в дорогих русских ресторанах. В эти рестораны приходили звезды того времени. Ив Монтан приходил туда, приходил этот игрок, который проигрывался, Амар Шериф. Кто только туда не приходил, и все, самое, приглашали выпить шампанского и прочее, 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 прочее. Вот. Но, значит, я сам лично к этому ресторану подходил, когда приезжал во Францию. Но внутри там у меня не получилось. Но дело не в этом. Дело в том, что я хочу рассказать о другом. Значит, о том, что Алеша Дмитриевич, знаменитый цыган, эмигрант в Париже, в Советском Союзе знали много-много людей. И, соответственно, когда при Леониде Ильиче Брежневе людей стали выпускать в 70-е годы, люди уезжали в Нью-Йорк, там, в основном в Нью-Йорк, вот. Уехало довольно много людей. И тогда уже, как бы, была своя, это-то, своя, там, сфера этих развлечений. Но это были все, тоже все советские эмигранты. Люба Успенская пела в ресторане, которая сейчас звезда в России, насколько я понимаю. Да, 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 да. Да. И все вели, Докарев тоже в Одессе рестораны пил. Но это, как говорят евреи из Братвина, это было все, им хотелось цивиться, чтобы это было особенно. А цыган из Парижа, это же супер-дупер. Конечно. Ну и один предпринимчивый, очень эмигрант, тоже вот, это так называемая третья волна, это люди, которые уехали в 70-е годы, когда стали выпускать людей. Вот, имени его мы называть не будем, я даже не уверен, что он еще жив, но дело не в этом. Дело в том, что он решил, значит, первым пригласить Алешу Дмитриевича с концертом в Нью-Йорк. И поехал прямо в Париж, во его человек. Вот, нашел Алеша Дмитриевича и сказал, что вот я такой-то, такой-то, вот очень ждет вас народ в Нью-Йорке. Ну, Алеша цыган, прошел Рым и Крым, и медные трубы, он на него когда посмотрел, он сказал, говорит, вы извините, сударь, но, наверное, я не поеду, потому что это далеко очень, и потом мне здесь работа, мне нужно то, то-то, то-то, и я уеду, там, и прочее. Вот, но это не остановило нашего напора... И приставил. Короче, он-то знал о том, что Дмитриевич, у Дмитриевича с Михаилом Шемякиным очень близкие дружеские отношения. И он поехал к Шемякину, пришел к Шемякину и сказал, Миша, говорит, и ты, наверное, хотел бы поведаться с Алешей Дмитриевичем. Давай, говорит, мы его завлечем в Нью-Йорк, чтобы он здесь выступил. Вот, но Миша тоже опытный человек, он там записывался в Париже, ты знаешь, да? Да, да, да. Записывал Дмитриевича и других цыган. Он, говорит, он знал этого человека тоже хорошо, Миша, и он, говорит, ну, а на каких условиях он здесь будет работать? Да, говорит, на самых лучших. Вообще лучше не бывает. В роскошной гостинице. Будет, я ему буду платить чудовищные деньги. Гонорар будет, то, что... Ну, Миша сказал, ну, может быть, надо людям доверять. Значит, он позвонил Алеше, Миша, и сказал, что вот, Алешенька, мы давно не виделись, может быть, действительно тебе приехать в Нью-Йорк, там с концертом выступишь и прочее, прочее. Ну, в общем, короче, Алеша согласился. И приехал в Нью-Йорк. Ну, первая неожиданность случилась сразу же, когда этот устроитель концерта сказал, что все дорогие гостиницы сейчас забиты. Такого не бывает. Ну, да, да. Ну, говорит, я тебя поселю с Костей Казанским. Ну, наверное, нужно сказать, кто такой Костя Казанский. Да, ну, на два слова надо, конечно. Костя Казанский – это болгарин. Он эмигрировал из Советской Болгарии и очень долго работал с Алешей Дмитриевичем как аранжировщик и гитарист. Вот. В Париже. Он, кстати, в Париже до сих пор так и живет, Костя Казанский. Вот. Они приехали до Костя Казанский, потому что без Казанского Алеша никогда не выступал. Вот. И они приехали. И, значит, он их поместил в частную квартиру. Ну, они, в общем, так осмотрели. В Бруклинин где-то. Да, да. В Сану. Но они... Но Костя, правда, потом позвонил Мише и сказал, говорит, слушай, Миша, тут уже он начинает химичить. Да. Я с ним поговорю. Короче, значит, и договор был о том, что Алеша Дмитриевич будет петь только на концертных престижных площадках. Что, в принципе, было. Было несколько концертов в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Вот. Вот Рудольф Фукс как раз. Он ходил на концерт, когда это было в Манхэттене. Потому что сам Рудольф Фукс в свое время жил в Манхэттене. Он в Манхэттене, да. И вот, значит, но цель этого импресарио была какая? Выбить как самую большую деньгу. Ну да. Вот. И он, значит, уже стал хозяевом русских ресторанов на Братине. Они говорят, давай, Алеша, к нам тоже. У нас народ же придет и прочее. Вот. Короче, значит, он, значит, теперь погнал. Он погнал Алеша Дмитриевича по этапу. Короче, Алеша говорит, слушай, мы же договорились о том, что мы, не вне, в основном вел переговоры Костя Казанский. Костя Казанский великолепно говорит по-русски. Что, говорит, ну как же так, у нас по контракту, говорит, мы должны выступать на концертных площадках, там, да, и прочее, прочее. А здесь, говорит, рестораны, говорит, и так далее, и там подобное. И потом, значит, я не хочу называть его имя, этого человека, вот. Те люди, которые знают об этом концерт, они знают, кто он такой, вот. Он сказал, ну, народ некоторые не могут приехать в Манхэттен, что, в принципе, так оно и есть, потому что там была такая коммуна, это Брайтон-Бич. Ну, сто тысяч, если живет, мы же говорим, это сто тысяч. Поэтому мы должны ехать ближе к народу, а народ любит ходить в рестораны. Да, 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 да. Понимаешь? Вот, потому что все, в основном, культурные мероприятия, это сейчас там на Братьевне есть концертный зал какой-то тогда, а тогда Вилли Токарев пел, там, Люба Успенская. Шуфутинский, да. Да, они все пели в ресторанах, в русских, вот. Шуфутинский, да, и потом Ногилевский такой тоже, вот. Вот, и это входило в программу, люди приходили туда и прочее, вот. Ну, короче, в общем, Алёше, ну что, ну, куда деваться? Но он его так, Алёше было за 70 лет, Саша, ему было за 70 лет. Ну, да. Ты понимаешь, одно дело... Как нам сейчас с тобой международно, уже почти, почти, да. Да, не те годы, чтобы давать, он его за один вечер в два ресторана запихивал. Ужас. Понимаешь? Да. И получается такая история, Миша Шемякин может это подтвердить, если к нему обратятся журналисты, вот. Костя Казанский не выдержал и позвонил Мише и сказал, говорит, слушай, у Алёши может случиться инфаркт. Говорит, вот это вот, как это в России называют, чёс, да? Чёс называется? Чёс называется, да, когда артисты ездят, да-да-да, чёс, да, зарабатывают. Да, но эти люди, которые делают чёс, они сами это хотят много заработать. Ну да. А ведь Алёша Дмитриевич получал строго по контракту. Понимаешь? Вот. И Костя Казанский, знаешь, звонит Мише Шемякину и говорит, слушай, мы это самое, мы сходим из дистанции. Ты, говорит, должен эту проблему решить. Ну, это не секрет, конечно, наверное, и в Питере, и везде, в других местах, и Миша сам много раз об этом говорил, что Миша в то время очень сильно злоупотреблял алкогольными напитками. Ну ты же его хорошо и знал, и знаешь его. Ну Миша сам это признаёт, когда Швосоцкого были запои, у него были запои. Волонька, мне интересно, ты что-то рассказываешь, что тебе говорили, или своё тоже, да? Нет, я хочу сказать о том, что когда Казанский позвонил Мише Шемякину, он был сильно поддавшим, Миша. Ну и когда человек сильно поддавшим, он мало себя контролирует, он, конечно, разозлился, он говорит, что же такое, меня этот, меня этот чертило, как это, подставляет. Ну да. Ну и Миша Шемякин, значит, недолго думая, позвонил Ширико. Ну Ширико это человек, скажем, сильных криминальных наклонностей. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, откуда Миша Шемякин знал этого Ширико, потому что на братьеве Ширико имел репутацию очень сурового человека. Ну бандит, короче. Ну да, понятно. А мы были в этом, в лофте, в квартире Шемякина, я, Женя Исауленко, ныне покойный художник, его, наверное, я думаю, что, наверное, в Питере его плохо помнят. Ну Шемякин его, это один из близких друзей Шемякина. Вот, вот, и, значит, прилетел этот, он позвонил, и Ширико приехал, чтобы, значит, доказать человека. И говорит, слушай, я его найду, Миша, ты не беспокойся, да вообще я сломаю, руку сломаю, все сделай. Ну, Миша, Миша пьяный-пьяный, но он понял, что дело-то принимает, он немножко не подумал. Короче, значит, он говорит, ну ладно, Ширико, ты езжай, я подумал. Короче, мы и Исауленко подошли к Мише и сказали, что, Миша, может быть, как-то без... Да, да, без резких движений. Без резких, да, без кровопролития нужно это делать, обойти. Я говорю, поговори с человеком, может быть, все обойдется. Ну, говорить с ним было бесполезно, потому что Костя Казанский все время звонил, все время говорил Шемякину. Шемякин звонил этому человеку, а ему нужно и деньгу заработать. Вот. Ну, в конечном итоге, значит, он опять пообещал, но дело даже не в этом. Дело в том, что он все равно продолжал. Он его в Лос-Анджелес, а когда он уже в Лос-Анджелес, он его повез, там, у него были договоренности уже по всем этим русскоговорящим кабакам. А когда, значит, Шеп, все это закончилось, то там мы сидели, разговаривали и прочее, там. Я был на концерте, мы все вместе были на концерте, когда выступал Дмитриевич, это, конечно, для меня... С Рудиком, да, наверное, все. Нет, Рудольф, он ходил с Юрой Петровым, ну, это, как бы, уже людей, которых уже нет. Ломский такой был, они фотографировались с этим, с Алешей Дмитриевичем. Вот, а мы там были в компании Шемякина, а Шемякин мы сидели, смотрели и прочее, там, вот. Ну, короче, значит, история закончилась более-менее благополучно, никто никому шею не сломал, шею, он остался жив, этот человек. Ну, это, вот, просто я к тому хотел сказать, что этот концерт, ну, вообще, конечно, когда я был на этом концерте, вот я многие детали уже того, чтобы это было, сколько тут, 37 лет назад. Поэтому ты и написать хотел, да. Да, да, вот, и, ну, то, что это, это, это было совершенно неповторимый, уникальный совершенно исполнитель, вот, и это просто то, что, вот, ну, понятно, почему так, что он, он захватил вообще умы и все, и внимание людей. Ну, вот я хочу у тебя, кстати, спросить, а ты про Алешу Дмитриевича узнал давно еще, да? Ну, я узнал, потому что у меня друг Адам был, который этим увлекался, очень, он и Казанского, он увлекался этим. У меня цыган тоже много, ну, знакомых, очень профессиональных музыкантов, но это такая цыганская элита уже наша. И, по-видимому, Дмитриевич тоже относился к элите цыганской, потому что ты же понимаешь, что цыгане разные тоже, да? Ну, конечно. Цыгане разные. У нас очень много тоже цыган, которых очень профессиональных, я знал, потому что я, да, у меня много... Ну, те цыгане советские, которые здесь жили. А как ты узнал, что вот в Париже есть такой цыган? Через Адамы. Вот у меня Ульянов Адам, мой приятель, которого тоже уже, к сожалению, нет уже 4 или 5 лет. Он просто очень много увлекался этим. Он собирал видео, всевозможные материалы. Он даже письма писал. Он даже письма писал Казанскому. Я почему? Я плохо немножко разбираюсь в этой теме, но я знаю вот об этом, да, знаю. Потому что я вот с ним... То есть, наверное, ты, наверное, тоже узнал об этом где-то в 70-х годах. Нет, недавно, относительно, относительно недавно. А в советское время... Нет, я увлекался рок-музыкой, поэтому я немножко другим. Я даже Аркадий Севернов-то и не знал. Хотя он жил в моем доме, он умер в моем доме. Это вообще удивительно. Я только когда с Рудиком познакомился, Рудик мне подарил книгу, и я был совершенно потрясен тем, что, оказывается, его увезли из моего дома. Кстати, недалеко, где мы сейчас с тобой сидим, он жил в дом номер 9. Это назывался... Вот Блюхера, когда ты ко мне приезжал, да, проспект, раньше назывался Анников проспект. И там дом 9, он жил в доме номер 9 по Анникову проспекту. Не у себя дома северный жил, а жил у друзей у своих. У друзей скитался, совершенно верно. Его оттуда уже увезли, практически без сознания, и он там в больнице уже скончался. Это район называется Бескарёвка? Это рядом совсем, мы можем подойти к этому дому с тобой, да, если будет желание, можем подойти. Саша, я к стыду своему, хотя я часто бываю в Питере, очень многие вещи... И потом я приезжаю сейчас в город, который уже... Я жил, я уехал в 80-м году, и тут город... Мы с Драбкиным, когда с тобой здесь были, приезжали, помнишь, когда Женя Драбкин приезжал, мы вместе ходили, как раз Пискарёвский проспект, Пискарёвку проходили через мост туда, и ходили туда, вот, где у нас находится, ну, где захоронение-то, как забыл, называется-то это? Крематорий. Крематорий, совершенно верно, крематорий, да. Мы туда ходили вместе, навещали, как раз могилу, помнишь, ходили, и потом Женя вот уехал, да. Так что это интересно очень, да. Это дела давно минувши. Да, да, вот мы поэтому... Мне интересно то, что ты мне этот вопрос задал, потому что, я ещё раз говорю, я в жизни не увлекался, а потом я мало имел отношения к музыке, я только вот такой народом, когда я был ещё молодой, был студентом, а потом я изучал диссертацию, я в музе работал. Ну да, для тебя это была новая глава. Новая, да, новая, да. Но сейчас ты об эмбегранской музыке знаешь довольно много, наверное, уже. Потому что кроме Алёша Дмитриевича были вообще неповторимые исполнители, там... Вот я по этому рудикам записываю, да. Ну, ты понимаешь, что это трагедия всё-таки России, когда происходит разделение. Да, 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 конечно. То есть в эмиграции оказались люди, которые вынуждены были уехать. Но они продолжали вот эту русскость такую и всё остальное. Вот Максим молодец, вот занимается Максим. Максим Кросчинский, это, пожалуй, один из самых основательных этих самых. Я его видел, я один раз только, я у Рудика был, он приезжал, когда приезжал он с исполнителем. Я это записывал, тоже видео есть у меня, даже забыл, как его зовут. Я ещё раз говорю, я очень многих записываю, поэтому не всё хорошо помню. А так, благодаря Рудику я познакомился со всеми рокерами того времени, потому что я когда играл, мы же никуда почти не ездили, мы сами играли, у нас своя жизнь была. У нас одни команды, я когда рассказываю, ты же помнишь это время, примерно середина 60-х годов. У нас в Питере было порядка 600 команд, так же как в Ливерпуле было порядка 600 команд, и все играли на деталях тогда. Время было такое. Ну, Саша, я предлагаю тебе провести пару сессий воспоминаний, в следующий раз мы чуть про это уже поговорим. Вроде бы, давай, 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 вот на этом тогда мы заканчиваем, а там потом что-нибудь придумаем. Мы всегда можем с тобой что-то интересное придумать.